Добрый вечер! Вы смотрите новости на канале ТВ8 в студии Виктория Царёва. Сегодня в выпуске. Демократическая партия просит наказать Андрея Анастасии за предвыборную агитацию. Что ответил лидер ППДП, узнаем через несколько минут. Список пополняется. Еще три партии ожидают регистрации в Центральной избирательной комиссии. И на снежных сугробах пытаются заработать. Пока некоторые чистят улицы самостоятельно, другие на этом строят бизнес. Снег тает, открываются ямы. Типичная ситуация для молдавских дорог. Интернет-пользователи разместили сегодня в сетях фото глубокой дыры, зияющей на проезжей части одной из столичных дорог. Прибывшие на место представители дорожных служб участок оградили, автомобильное движение также временно ограничили. Реакция главы муниципалитета не заставила себя долго ждать. О подробности прямо сейчас. Инцидент произошел на пересечении улиц Щусева и Сфатул-Церии. Там посреди дороги провалился асфальт. В результате образовалась пробка. Яму оградили предупреждающими знаками. Возмущению кишиневцев не было предела. Да, я видела, она очень большая. Не понимаю, как они работают. Если туда попадет машина, не знаю, что будет. Я бы удивился, если бы ее там не было. Если кто-то, градоначальники или кто. У нас есть советники, а градоначальников нет. Один из прохожих, который оказался инженером, поведал нам, что, по его мнению, произошло. Сейчас есть проект строительства и реабилитации канализационной системы города, бенефициар которого руководство Апоканал. И одновременно в этот момент строится новая сеть и по-прежнему работает старая. Соединение в старой системе не сделано. Следовательно, снизу протекает вода. Такое случается, и это абсолютно нормальная ситуация, потому что строительство еще не окончено. Руководство Апоканала еще не изъяло из обращения старую сеть. В пресс-релизе столичной премырии говорится, что ответственные службы устраняют проблему. А вину за случившееся возлагают на Апоканалы, термоэлектрику предприятия, которые заключают контракты с экономическими агентами. Здесь ситуацию пока не прокомментировали. Это не первый подобный случай в столице. Ранее подобное происходило на проспекте Дачи. Постепенно на улицах столицы тают сугробы. Помогают в этом не только солнце, но и рабочие, которые трудятся с самого утра. Некоторые не стыдятся брать лопаты в руки и расчищать снег самостоятельно. Другие же на этом пытаются обогатиться. На различных рекламных сайтах мы нашли десятки предложений по уборке снега на улицах. Если одни работают за 500 леев в час, эти рабочие всего лишь за 70. Работают строителями, а зимой решили подработать. Продолжение следует... Другой бизнесмен не прибегнул к помощи, а взял лопату и расчищал участок перед своим магазином. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Другие люди не довольны тем, что некоторые улицы по-прежнему завалены снегом. Сложно ходить. Нужно, чтобы было больше техники уборочной. И тогда, наверное, будет лучше убираться. На мосту улицы Михаил Витязул мы увидели трактор, который расчищал дорогу от снега. Все грузил в машину и рассказал, что отвез на склад компании «Эксдрупа». Раньше столичная премария призвала экономических агентов расчищать прилегающие территории от снега. В противном случае могут поплатиться штрафом до 6 тысяч леев. А водителей призвали не парковать свои автомобили на дороге, чтобы спецмашины могли расчищать проезжую часть. Накал страстей перед парламентскими выборами продолжается. Демократы обвиняют Адрея Анастасии в преждемременной предвыборной агитации. ДПМ ссылается на его публикацию в Фейсбуке, в которой он призывает граждан голосовать и требует его наказать. Ну а какой последовал ответ на обвинение, узнаем далее. Никто не может отобрать право на воле изъявления и участия. Я приглашаю вас участвовать как можно масштабнее и 24 февраля мы все идем на голосование. Именно этот отрывок из опубликованного три дня назад видео Анастасии вызвал обеспокоенность демократов. Они пожаловались в Центральную избирательную комиссию на то, что, по их мнению, лидер платформы «Да» приступил к агитации раньше положенного срока, поскольку предвыборная кампания начинается только 24 января. ДПМ требует наказать Андрея Анастасия. Согласно закону о выборах, ему грозит либо предупреждение, либо аннулирование регистрации инициативной группы, либо расследование нарушения, либо отказ в предоставлении средств из государственного бюджета и даже исключение из предвыборной гонки. В своей жалобе демократы напомнили и о прямой трансляции Андрея Анастасии в Фейсбуке в день местных выборов, что привело к отмене результатов голосования по решению суда. По словам лидера ППДП, нынешние действия четко показывают, что демократы боятся. Это заявление показывает только большой страх режима массового присутствия людей на голосовании. Тот факт, что все, что мы делаем, является законным. Те, кто работает с гипотезой о том, что галлюциногенный сценарий прошлого года, когда местные выборы были признаны недействительными, должны как можно лучше проанализировать последствия такого решения. Последствиями могут стать либо непризнание итогов выборов цивилизованным миром, либо изоляция Республики Молдова от цивилизованного мира, жесткая и твердая реакция международного сообщества. Запрос демократов в ЦИКе еще не рассмотрели. На ответ у Центроизбиркома есть пять дней. Андрей Анастасий официально включен в избирательную гонку. Он второй в общенациональном списке блока АКУМ и будет баллотироваться по избирательному округу номер 33 в столице. Официальная избирательная кампания стартует 24 января. Ранее коммунисты призвали ЦИК отменить регистрацию партии социалистов по той же причине. Предвыборные заявления до начала кампании. А блок АКУМ потребовал наказать Влада Плохотнюка за сокрытие средств для поздравительных посланий избирателям. Еще один кандидат на депутатские кресла. Политическая партия воинца Попорулы подала сегодня документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве конкурента на выборах. Политформирование намеревается участвовать только по национальному избирательному округу и предложила список из 35 кандидатов. По словам лидера партии Штефана Урыту, не все, кто включен в список, получили сертификаты о неподкупности. Он надеется, что все потенциальные кандидаты все же их получат и ЦИК зарегистрирует предложенных конкурентов. Как видите, немного припозднился с подачей документов. До сих пор в партии было практически 50 на 50. Участвуем в игре, в которой не знаем, будут ли соблюдаться правила. Я отметил, что мы будем участвовать только для того, чтобы посмотреть, действительно ли выборы честные. Для партии воинца по Порлу это первые парламентские выборы. Политформирование было основано в июне 2018-го. В него входит около 5000 человек. Сегодня же в ЦИК подали документы Национально-либеральная партия, а накануне партия Наша партия. Пока Центризбирком зарегистрировал 6 кандидатов на выборах по национальному избирательному округу. Это Демпартия, Электоральный блок АКУМ, Партия коммунистов, Партия социалистов, Партия Шор и Политическая партия Народное движение Антимафия. Хотя политики чаще всего ассоциируются с богатыми людьми, есть среди них и те, кто не заработал за последние годы ни одного лея. Наш корреспондент Сергей Никулиц изучил налоговые декларации кандидатов в депутаты и выявил как минимум 5 таких случаев. Как же выживают желающие попасть в законодательный орган? С этим вопросом мы обратились к жителям столицы. Что получилось, смотрите в нашем следующем материале. И в налоговой декларации социалистки Елены Хреновой свищет ветер. Нет там ни зарплаты депутата, ни пенсии, хотя в парламенте она провела 4 года. Мы поинтересовались у самой политика, не ошиблась ли она в документе. Я хочу попросить у вас телефонный комментарий насчет вашей декларации о доходах. Все, до свидания. До свидания. Примечательно, что в предыдущей налоговой декларации Хренова указала зарплату депутата почти 113 тысяч леев. И Дину Пленгео из платформы «Да», исходя из данных в его декларации о доходах, ничего за 2 года не заработал. Среди кандидатов с нулевыми доходами также Эдуард Федишин из партии «Шор» и коммунист Алексей Еремея. Последний, впрочем, отметил временно безработный. Всех их нам найти для комментариев не удалось. Простые обыватели считают, политики просто обводят всех вокруг пальца. Никто из них не указывает доходы, которые у них на самом деле есть. Бедные, нет у них доходов. А мы, пенсионеры, что делаем? Вот как на такие пенсии жить? Не может этого быть даже. Наверное, скрывают, пробедняются, не знаю. У него, может быть, жена работала, дети ему помогают. Может, у него родители пенсионеры, пенсию ему на политические дела отдают, чтобы сынишка там держался где-то на политическом олимпе. Всякое может быть. Может, он сам макраме делает, шьет чуть-чуть. Декларацию о доходах и имуществе всех, желающих стать депутатами, можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии. Два кандидата с похожими случаями, но разными подходами со стороны Национального агентства по неподкупности. Примар города Рыжкань Виктор Богатько жалуется, что в его сертификат о неподкупности включили информацию об обвинительном приговоре, который не является окончательным. Это при том, что в документе Илона Шора ничего не говорится о его первом осуждении на 7,5 лет тюрьмы. В самом учреждении, которое раздает сертификаты о неподкупности, чтобы разъяснить ситуацию, просят обращаться к другим ведомствам. Виктор Богатько руководит Рыжканами второй мандат к ряду. В его сертификате о неподкупности отмечается, что чиновник был осужден. Такую информацию представила нацинспекция по надзору за условно осужденными. Сам он уверяет, его дело еще должны рассмотреть в апелляционной палате. А по закону в документе должна присутствовать информация только об окончательных постановлениях судебных инстанций. В эфире ток-шоу «Политика» Натальи Марарь. Богатько заявил, что обжаловал решение суда первой инстанции о выплате штрафа в размере 30 тысяч леев. Решение было принято в январе 2018 года. Никаких рестрикций по отношению меня, никаких вопросов в решении нет. Я до сегодняшнего дня исполняю обязанности в примарах города Рыжканы. Я просто не могу понять, почему у меня это существует, хотя решение суда окончательно не существует, а у некоторых. Впрочем, в случае с Иланом Шором все иначе. Приговора первой инстанции, 7,5 лет тюремного заключения по делу о банковском мошенничестве, в его сертификате о неподкупности нет. Мы бы просили пояснить нам, почему так. В нацуправление по неподкупности нас направили в Национальную инспекцию пробации, туда, откуда сами они получают информацию. Информацию об упомянутых людях в обоих случаях мы получили от Национальной инспекции пробации. Как только мы ее получаем, сразу же включаем сертификат. Обратились мы в нацинспекцию пробации, но нас попросили отправить им официальный запрос. Тему обсуждали накануне в ток-шоу «Политика» Наталья Морарь. Точно так же, как у нас есть избирательное правосудие, и мы можем обсуждать различные уголовные дела, именно так мы можем теперь избирательно отречься от провластных кандидатов. Он не лишен права быть избранным и баллотироваться. Все равно будет решение ЦИКа по этому вопросу, которое мы позже прокомментируем, если оно будет положительным или отрицательным. На основе информации в сертификатах о неподкупности ЦИК принимает решение допускать ли кандидатов к избирательной гонке. Электоральные конкуренты на выборах не могут подавать заявку, если судебный приговор в отношении них окончательный. Виктор Богатько намерен баллотироваться по 4 округу в Рыжканах от нашей партии. В этом же округе зарегистрированный председатель Рыжканского района Юрий Урзико, ДПМ, председатель фракции партии социалистов в Рыжканском районном совете Владимир Мездренко и кандидат от партии Шор Андрей Кочиеру. Демократическая партия Молдовы не использует административные ресурсы для своего продвижения на парламентских выборах. Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции, посвященной трём годам своего правления, заявил премьер Павел Филипп. Напомню, глава Кабмина является кандидатом в депутаты как по общенациональному списку от ДПМ, так и по одномандатному избирательному округу. Мы все столкнемся с ложью и спекуляциями по этому поводу. Не думаю, что существует страна, где правящую партию не обвиняли бы в использовании административных ресурсов в её пользу. Я не одобряю такие тенденции. На вопрос, почему всё же депутаты-демократы участвуют в мероприятиях, финансируемых государством, Филипп в поддержку коллег ответил следующее. Почему им нельзя участвовать? Они люди, которые поддержали и проголосовали за определённые проекты, которые разрабатывались здесь, в парламенте. Вот эти увеличения или ремонт дорог, повышение заработной платы и пенсии. Это не подарки правительства к выборам. Это входит в обязанности и в права правительства. И оно обязано делать это. Ведь такое право зарабатывается большим трудом и усилиями. Последний отчёт Ассоциации Прома Лекс показал, что за последний месяц три партии воспользовались административными ресурсами для собственного продвижения. Семь случаев относятся к демократической партии, два к партии Шор и один к нашей партии. РЗМ удержала свой пост премьер-министр в Великобритании, сумев преодолеть вотум недоверия своему правительству. Перевес за и против составил всего 19 голосов. После голосования Мэй призвала депутатов от всех партий забыть о политических разногласиях и обсудить варианты дальнейших действий по Брекситу. После голосования Тереза Мэй поблагодарила членов Палата общин за оказанное ей доверие и заявила, что выполнит волю жителя Великобритании и осуществит выход из Евросоюза. Я готова сотрудничать со всеми членами этой палаты для реализации Брексита и убедиться, что население и дальше будет поддерживать парламентариев. Премьер добавила, что за несколько часов, прошедших с момента голосования по вотуму недоверия, она уже успела обсудить ситуацию с лидерами нескольких партий. Вопрос о вотуме недоверия правительству поставила оппозиционно-либористская партия после того, как депутаты не поддержали соглашение о порядке выхода из ЕС, достигнутая по итогам переговоров Мэй с Брюсселем. В ответ на сожаление премьера о нежелании лидера либористов пойти на переговоры, тот заявил, что пойдет на них только после того, как Мэй исключит вариант выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Великобритания должна выйти из состава Евросоюза 29 марта, но шансы, что это произойдет в срок крайне малы. Среди основных вариантов дальнейших событий выход из ЕС без соглашения или откладывание даты Брексита на более поздний срок, чтобы провести досрочные всеобщие выборы или же новый референдум, который может вообще отменить Брексит. Мощный взрыв прогремел сегодня в Париже. В библиотеке университетского кампуса в городе Леон вспыхнул пожар. Три человека получили легкие травмы, часть улиц перекрыли. Момент взрыва попал на камеры очевидцев. По предварительным данным, на крыше одного из зданий учебного заведения проводился ремонт, в ходе которого произошел взрыв газовых баллонов. Правоохранители сообщили, что пожар взят под контроль. Но ликвидация последствий происшествия потребует длительного времени. Жители близлежащего района временно эвакуировали. Подробности происшествия выясняются. На японском острове Кути-Найрабу началось извержение вулкана. Выброс пепла и дыма достиг 6 километров. Японские власти объявили предупреждение желтого уровня, что означает запрет на въезд в зону извержения. На юго-западе Японии в префектуре Кагасима началось извержение вулкана. На небольшом острове Кути-Найрабу, на территории которого расположен вулкан, все готово к эвакуации жителей. Всего здесь, на 38 квадратных километрах, проживают по разным данным от 109 до 150 человек. Пока информации о разрушениях или пострадавших среди населения не поступало. Местные СМИ лишь сообщают, что слой пепла покрыл улицы и окна зданий. Извержение сопровождалось подземными толчками. В прошлом году на этом же острове извергался другой вулкан. Тогда жителей пришлось эвакуировать. На Луне погиб первый выращенный росток хлопка. Растение прожило всего 10 суток и замерзло. В рамках эксперимента после высадки на обратной стороне Луны китайского модуля ученые отправили на спутник ростки хлопка, рапса и картофеля. Пророс только хлопчатник, а другие растения признаков жизни не подавали. О ростке хлопчатников в Китае сообщили вчера рано утром. Хлопок взошел благодаря солнечному свету, но с наступлением ночи температура на обратной стороне спутника опустилась до минус 170 градусов по Цельсию. Растение просто замерзло от столь низкой температуры. Системы модуля не могут поддерживать достаточную для жизнедеятельности в таких условиях температуру. Команда Чунцинского университета разработала закрытую биосферную среду обитания с семенами, яйцами плодовой мухи и дрожжами, которые, как надеялись ученые, создадут мини-экосистему. Семя хлопчатника, однако, было единственным, которое начало проявлять признаки жизни. Напомним, китайский зон Чанэ-4 совершил посадку на Луну 3 января. Он высадился на дно огромного кратера Кармана в южном полушарии обратной стороны Луны. Это первая в истории человечестве мягкая посадка на обратную сторону земного спутника. А на сегодня это все. Далее не пропустите ток-шоу «Политика» Натальи Морарь. А я же напомню, если вы стали очевидцем какого-либо события, обнаружили важную новость, или же у вас есть интересное видео и фото, присылайте все нам или звоните по телефону, указанному на экране. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова